добрый вечер дорогие друзья ну что начинается у нас 5 игровой день на unique professional лиги 3 рангеля 2 миромара все как обычно сегодня у микрофонов для вас будут звучать голоса руслана мэдшоу и ярослава ярлаева чатик здравствуйте ярд здорово привет руслан добрый день добрый вечер точнее уважаемые зрители сегодня мы стартуем как обычно все привыкли в 18.00 это 5 игровой день 3 сезона unique и лиги и самолетик полетел самолет шоковый на самом деле для разыгровочной карты а первая карта всегда у нас разыгровочная где команды разогреваются подстраиваются и привыкает тому что происходит данный самолет на самом деле очень очень сильно делает ограниченной территорию на которой можно полутаться не теряя тайминги ну это и так понятно авангард падают на приморской все принципе комфортно весь сезон они лутаются там до починок также нет проблем долететь на то свинцеры жоржополь у нас также находится в сфере влияния данного самолета та же самая сосновка новорепная а вот любители ясной поляны северного камешек и плюс-минус липовки и мельты придется конечно им как-то жертвовать таймингами но посмотрим как сложится круг и от него уже будет плясать кто же эти тайминги теряет а кто нет потому что круг на правую сторону мог бы нивелировать отставание по таймингам но круг падает на жоржополь сегодня все для жоржополя во-первых выигрыш таймингов за счет того что жоржополь это первый спот который прилетал самолет соответственно самый быстрый там стадия лута начнется самая быстрая жоржополя так и круг туда еще и складывается вот такое вот шоковое начало это да ярчик нам расписал кто куда в принципе полетел до из того что в принципе не дефолтно ну вот а вот это самом деле на протяжении всего сезона они вот постоянно на ирангеле меняет споту то есть играют под самолет принципе так же как и на миромаре то есть у них либо жарки либо приморск вот приморск был принципе хотя на самом деле до жарок можно было добраться например те же самые мелкие вей которые до своей липовки не добирались бы вообще ни при каком раскладе то есть только если через тачки так же как это делается сейчас в данный момент севаны они просто прыгнули и на самом деле у них такой очень интересный сплит финик остался на нижнем жоржике тут лутает береговую линию транспортное средство у него есть это мотоцикл то есть принципе добраться до своих тиммейтов у него получится хотя может быть оно этому и не надо он может все знают настройки лута лута много скопов полно хило также очень много это значит что можно смело лутать береговой линии любые помоечки кимпы хотя тут на самом деле кимпы такие достаточно заряженные там и киткаты и дом гаражи где всегда в принципе полным полу лута а вот например команда the swarm прыгнула на ферму туда же кстати прыгнули и спириты по дефолту туда же прыгнули и севаны но там был небольшой замес такой затачки в итоге только-только сейчас у нас команда the swarm доезжает до ясной поляны а севаны уже на своей милте дефолт я все так да вопрос к тебе я думаю что многие ребята будут сегодня задаваться вопросом о команде которая сейчас лутает верхней джорджа да друзьям вопрос на самом деле абсолютно резонный понятно мне так как новые никнеймы мы видим на карте до значок всем знакомый значок изначально начинал этой команды играть эту лигу но немного в другом составе сегодня у нас точнее не сегодня а пару дней назад появитесь произошли большие изменения большие то есть full stack смена не знаю уж как это происходит но во всяком случае вы не поменяли полный стак подзнаменного и виктис у нас вошли игроки команды микса отверстнул кураж и теперь они будут оставлять флаги этой команды насколько я знаю команду вы видите с немножечко шатнула перед самой лига перед самым началом лиги уход двух игроков в другую команду соответственно видимо из-за этого все и повалилась пришлось как-то что-то менять но это лишь мои предположения не буду я ждать стопроцентной со стопроцентной уверенностью это лишь мое интерпретирование того что произошло такие вот дела да ну и наверное стоит сказать то что опять же небольшие изменения также в таблице произошли да что уверен что многие ребята которые таблицы смотрели тоже будут задаваться вопросом вот у нас команда the swarm заменила команду камбэк то были приглашены вместо команды камбэк и соответственно им были начислены очки этой команды для того чтобы был было какое-то справедливо и наверное возможность побороться за призовые и прочее 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 чтобы ребята начинали не с нуля 4 игрового дня так как ребята на своей личной своей собственной как называется доброй воли решили войти именно для того чтобы оставить соревнования таким же жарким для нас зрителей да и для команд чтобы не было ну чтобы не отсутствует какая-то из команд чтобы полный и поэтому мы как организаторы решили отдать им очки команды камбэк ну что в принципе абсолютно логично и абсолютно правильно я считаю почему бы и нет слушая у нас потихоньку начинается уже небольшие ротации если посмотреть на таймер и увидеть позицию команда navi видно то что ребята уже заняли позиции под эверестом хороший такой кемп это фактически сейчас но не то чтобы это центр зоны но это очень хороший кемп правда у нашего первого круга есть своя особенность эта особенность заключается в том что клуб круг разделен водичкой напополам и куда по итогу шифтанет зона непонятно вниз или вверх navi пока что приняли решение просто занять нижний кемп постоять собрать информацию там мимо них уже на роботы проехали и вот на роботы занимать как раз таки ту самую гору с которой можно просмотреть и первый мост и второй даже при желании можно и третий мост просмотреть но у них обычно немножко другой порядок но вы видите что у золтерс а там уже есть приключения золтерс подловил изи янга который я так понимаю просто фейсчеком залетал у нас на кубы золтерс из команды форзы спокойно подхалдил хизи янг подъехал в упор и золтерс забирает первое очко для своей команды форзы лутают рожок ну и принципе занять кубы у них ну достаточно быстро получилось еще плюс к тому же подражок у нас упал эйр дропчик и вот в этом эйр дроп щеки я щас пытаюсь найти я щас просто посмотрю кто что там залутал пулемет у грешки быстро справился с поставленной задачей как ни странно вот эта самая маленькая река ну и единственная на этой карте река казалось бы очень тонкая и в принципе никакой опасности собой не представляет но при этом является одной из самых неприятных зон когда эта река делится пополам эту сейф зону потому как непонятно куда же она по итогу сложится и есть ограниченное количество различных переправ которые можно использовать через эту реку все из книга каждая из которых находится рядом с компаундом который очень легко это переправу контрит соответственно многие команды просто просто делают ставки в ситуации с такой зоной но сейчас конечно ставку сделать не ошибка на нижнюю часть потому как там находится 60 примерно процентов ну или 56 процентов зоны но все мы знаем что порой здесь бывают такие hard shift и которые совершенно 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 не неуправляемые и неожиданно тем временем у нас те самые выявитесь начинают страдать но роботы совы реста начинают поддушивать руинят транспорт или во всяком случае пытаются кофе 100 уже заруинили транспорт в дымах там плац и офис то наверное нежели транспорт транспорт без колеса кое-как управляется еле-еле взорвется еще к тому же имеет шансы на это получается заехать за ангар и жив и не взрывает этот транспорт и спокойно себе сейвится на контейнерах ну а следующий круг уже буквально через четыре секунды и как говорится больших тверх наоборот круг изменился да да вот эти вот новые анимации изменения круга вообще немножко изменили у нас об сервер мод я на самом деле даже сейчас вот прям чувствую эти изменения я просто смотрю на счетчик своих кадров которые в данный момент у меня происходит я прям чувствую что обновление было вот прям вот сегодня сегодня тоже их мало да их их не то что мало я их очень мало графическим катастрофически мало даже конфиг тот же конфиг вчера у меня выдавал стабильные 80 сейчас это 32 да да ну так бывает опять же и я вот только сегодня читал патч ноут в котором было написано о том что но я до этого принципе читал о том что добавили производительности в observer мод но если честно я поэтому не могу пока что сказать что это действительно так тем временем у нас а в г не так далеко от гадки начинают зарубу с команды зюкс я вижу то что есть ног по вортексу а зверин пока что хилится а ногтифы максизоры занимают желтые бустер там нокает м с а я думаю что вортекса в этой ситуации уже в принципе не спасти также как и м с а очень странная ситуация юник просто заезжали в соседней кем под команды navi и просто вот потеряли м с а бывает а тем временем бестолочь просто на ходу высаживает а зверина и холосом пай его добирают а вага втроем очень неплохо постреляли но при этом при этом достаточно открыто стояли red diamonds никто их здесь в этой ситуации не наказал так верят в принципе свободен оттуда по-моему red diamonds и спустились да вот с этой части в арестом team spirit тем временем постреливает также в сторону в сторону дай-ка я вам скажу зюксов ну и в принципе плотность очень большая сейчас круги зоны идет в принципе все команды что происходит с фиником почему мелки вы так сильно будет разыгрываться макси зор макси зор прокидывает большую гранату тот самый макси зор который был также героем такой вот гранатной истории против команды unique снова закидывает очень хорошо гранат ворка фреш сей лежат в дымах и эти дымы вроде бы спасительные но как только они заканчиваются никаких шансов кого-либо здесь спасти не остается снуки очень неплохо сейчас давал угла и продолжает давать его что что делает снуки собирается переехать на горке но он поехал на нами он куда-то дальше до поехал колесит пытается понять где находится тратим возможно дает наш такую инфу для своей команды куда лучше подъехать но это принципе так можно было понять на дистанции в итоге оба я приезжаю и холостин пай на пару стратье мам оформляет очень такой хороший сочный ног по снуки кухолосом байк очень неплохо продамажил того с миника тратим этот кильчик забрал вот он хитрит ратим он сказать этого г сейчас они вчера я кстати закрывали и здесь просто снуки на такой дальней дистанции дать такой неприятный но боже мой очень обидно сейчас должно быть снуки ку максимально обидно круги ярчик возвращается в починки back to починки потихонечку потихонечку складывается но я думаю вряд ли это будут починки а если и будут то нас ожидает очень активный финал большим количеством команд точнее людей живых из команд на последней звездочки вы становитесь все меньше и меньше команд все меньше и меньше как не удивительно по той же логике так интересно куда поехали navi двигается пока что мимо близнецов куда-то в сторону хайвея и кстати ну в принципе хайвей не такая плохая позиция в данный момент она во первых свободно но пвешники которые сидят на елках и первую очередь сэвена которые сидят на ангаре могут конечно же немножко navi помешать то есть знаешь когда ты вот заезжаешь вроде хорошую позицию но эта позиция между двух сквадов и тебе постоянно нужно как-то вот но не подставляться под один сквад если ты там кого-то хочешь принимать если кто-то еще будет на тебя въезжать то нужно как бы ну отдавать себе отчет что ты должен не открываться ни под пвешников не под сэвенов ну сэвены вряд ли конечно как-то будут тут настреливать просто у сэвенов на церкви находится команда unity то есть это тоже как бы ребята которые могут и по нави поработать и так далее но сэвены если захотят могут вообще принципе попытаться как-то подпушить но смысла в этом особого нет у нас 14 минут только сыграно погибло не так много ребят shift правой за зоной остаются ребята из воевики 100 самый тратим макси зор и ануктив залетели у нас на тот сами кем где сидели navi ну а rd забрали другой кем который тоже сидели на ли потому что navi играли сплит 22 в принципе абсолютно логично и абсолютно нормальный navi сами идут под ангар сами идут к сэвеном слышит церковь наверно будут отступать но если собрали информацию что здесь кто то есть скорее всего точно будут отходить или же пойдут до конца и дельвейса франкарио в ангаре и на гараже у нас крабик сидит интересно продамаживая немножко и дельвейса и navi вижу что вадим и батуре наступать до navi отступает возможно не было точно информации да ну даже если даже она если есть вот крабик например который находится в том здании может пресечь любую попытку navi там запушить этот ангар в любом случае в диспозиции здесь находились нами я считаю что это абсолютно правильное решение сейчас оттянуться и не вступать в бой именно здесь но возникает проблема ведь вы ешь также начинает подрабатывать по navi тем временем закрывается команда с дайс ворм герои этого закрытия у нас форс команда force который очень хорошо показывать себя в рамках этого сезона как по мне новая эра new era by forza ну как не рассказывал капитан у них в новом году в январе месяце был достаточно длительный bootcamp и после этого bootcamp а но этот bootcamp дал свои плоды и действительно форс сейчас нормально так отыгрывают действительно хорошо грамотно правда в данный момент в данную конкретную ситуацию у них позиция не самая приятная граната залетает и вот и это видел и она не взрывает обидно сейчас было для лол шо не закрыла на вг я думал там двоих должна влетать эта граната но к сожалению не сработала ставки просто пытаясь понять что сейчас могут сделать а вг очень интересный скинчик на транспортное средство я наблюдаю сейчас у макси зора интересно это как раз таки наверное те самые новые транспортные средства которые добавили мне вот что интересно потому что в патчноуте было написано что добавили новые спавны машин и вот интересно вот эти новые спавны это вот теперь вот так вот они выглядят то есть вазики немножко перекрашенные это конечно очень интересно макси зор поехал с индуктивом без колеса тем временем погибает у нас команда lxg форзы двигаются через руины не знаю куда сейчас приедут ребята также у нас едет тратим ребята из rd чуть-чуть переместились потому что ну круг вы сами в принципе прекрасно видели navi в центре этого круга да это вроде как позиция хорошая но бутерброды бутербродами и в одной буквально за секунду вот и вроде стоишь у тебя все хорошо но проходит 10 секунд и тебя уже моментально убивает там 34 команды тратим заехал под команду navi лег принципе достаточно аккуратненько в кустик слева там rd его могут заметить в принципе нависли чуть повыше поднимутся тоже могут какую-то какой-то дэмэдж по тратиму нанести а тратим это последний команда изюкс да и это конечно очень плохо оник и макси зор двигаются в сторону кимпак 10 десаут десаут почему-то здесь один макси зор обидно достаточно промах мог сейчас в легкую забирать стади на команды unique но не переживайте это просто временные замены а то знаю как люблю как люди любят делать всякие выводы да я да да кстати вопрос почему макси зор решил стрелять именно с болтовки мог зажимать кстати ну в руках была болтовка мне кажется и просто пока пока он свопал девайса мне кажется ну ты стал просто забежал бы за укрытие и все так попытался дать какой-то но какой-то дэмэдж в итоге один нокоть макси зора между прочим у команды в руках в тот момент и и одну ктиву не сообщил или был произошла какой-то какой-то мисплей мисс мисс информация какая-то и просто ногти взрывается на этой гранате я правильно все понял да все правильно действительно же нокнутый макси зор видимо ну может просто не видели куда выпала эта граната как бы бывает такое но я прям от лица вы не к смотрел прям взорвался в этом доме это конечно было очень очень неприятно если посмотреть на то что делает сейчас команда rd ребята поджимает немножко команду норбот зажали тех в близнецах и самое интересное с другой стороны если чуть выше по карте там еще и форза сидят зона прыгает очень далеко а тем временем на починках команда milky way с хаешки делает entry ног начинает пушить церковь в ноке достичь от игрок команды unity orange снов и тизерин в церкви плюс еще немножко севаны будут напрягать но мелки ваем здесь очень тяжело будет передвигаться добивает достичь тизерин и orange snow на приемке поражено пытается это гранаты дефиши тизерин сейчас находится достаточно неплохо у финика нет информации по тизерину может он согласен сыграть здесь некоторую роль но вся команда мелки вы уже буквально прокидывается хорошая граната под финика но чуть-чуть передержал своих руках и и orange snow тизерин прокидывает ту самую гранату вот сыграла вот это вот самое этот самый эффект неожиданности джаст вайт и нокает тизерин и вот уже два в два остаются команды unity и milky way все на фулл хп тизерин выходит не знает про оффстрингу оффстринг нокает тизерина orange snow отвечает на общем по оффстрингу и остается один в один с меридианом зона движется нагнетая обстановку и команда unity переигрывает milky way хотя казалось бы казалось бы большое преимущество было у команды милки way решил киток тем временем ярчик у нас на другой части круга перестрелка на роботов и команды р.д. сенью забрали люксор и ривейра живые два игрока в ноке холостом по и бестолочь и на ногах станет команды р.д. ривейра и люксор принимает решение отступить под близнецы потому что за них начинают поддушивать команда форза гипсейтинг в ноке его точно не поднимут убийца те временем но китай фая и если посмотреть по позиционки стендин остается последний у него 4 хп хотя the south вроде как умудрился заехать в зону до попытался дать какой-то ковр своим ребятам минус ай-фай минус осмодейка также молодой молодой здесь наверху до салта большие проблемы как только на него обратно внимание команда navi тут уже будет без шансов тем временем кивы и радуга находит в open field и и без out делает нож по киву также забирается у нас кива батулиным забирает фраг салфа и радуга не отдают очки никому да да салф на самом деле мог сейчас забирать радугу но вот как-то обидно мне попал тем временем navi начинает закрывать сэванов сэванов давит зона через 27 секунд уже будет шестая фаза как бы но и нужно как-то проходить у нас рожденных побеждать все очень хорошо и широко стоят ребята садов не контролирует франкарио другой часть у нас другая другой фланг под контролем молодого и батулина замечает и для веса на минус 80 по моему залетела в голову вадим также немножечко биты не бустованы прокидывается смоки прокидываются хаешки сэваны втроем ответный хаи от navi батуллин как всегда на высоте да обидно получилось для команды сэван гранат у нас есть много гранат в последнее время просто просто все и вся гранатами закидывают и очень даже успешно раз садовник конечно отличился больше чем всем известный гренадер команды нато свинцеры но и батуллин сыграл свою роль и в итоге мне интересно вообще посчитать сколько киллов у приходится на гранаты а сколько на метательные слушай но я думаю что процентов 25-30 точно скаешек он делает и ноков и киллов на самом деле ну хорошую команду отличает не только умение грамотно позиционировать на карте до грамотно делать какие-то ротации грамотно файтится но и очень правильно использовать первую очередь и поежки и смоки вот рекрент например закрывает десаута но там плачевная ситуация для всех ребят которые были слева команду торнадо энерджи пытаются форза не пустить но вроде как у компота его ребят есть небольшой рельеф а вот что будут делать сейчас команда rd у которых сзади остались близнецах ривейра и еще один игрок команды норма потихоньку спускается тем временем молодой находит еще одного сонника минус тратим у нави уже достаточное количество киллов садовник делают какую-то ротацию подъезжает прямо под rd интересно по садовника уже начинает разогревать хаешку бестолочь но кто-то залепило по голове минус каска сверху приходит люксор минус бестолочь минус пином лаки холосомпай остается последним видит ривейра какие тайминги для норботов они просто вышли в спину когда rd были заняты команды нави слева там начинается у нас от кого-то прилетать холосомпай погибает от рекрента в итоге команда которая сидела в близнецах просто выжила плюксор и ривейра грамотно все сделали вышли на минус 2 наверно услышали стрельбу и просто поломались поняли что это тот самый момент когда можно выйти из этого компаунда и немного облегчить себе жизнь но легко ли им будет жить дальше вот это непонятно собственно пока есть хороший хайграунд которого можно зайти в зону начинают закручивать под форс как раз таки сейчас идут и это возможно даже очень даже и верное решение со стороны команды норбот подтянуться 3 золтор с тем временем нокает мелмана ответный нокаут самцы и вот пожалуйста норма норбот вид вмешиваются противостояния команд форс и торнадо энерджи пвешники тут же выходит как поршуны как поршуны на пиршество тянутся команды в эту драку и потекли потекли в килл фиде команды торнадо энерджи батл и форс форс исключается самса убит компот трэш остается единственным живым участникам команды торнадо энерджи батл пвешники заработали себе плюс 2 кило но работы там по моему плюс один или тоже плюс 2 и вот уже на туз винсеры собираются крутить сторону стрельбы до пытается собрать какую-то информацию примерно понимает то что замес где-то вот на спуске в руины новыми не особо хотят пока что торопиться в полном составе 8 киллов у нас нами кстати говоря по моему после вчерашнего игрового дня отдали первую позицию в таблице у нас не пошло не пошло объективно скажем но возможно возможно все дело именно в раннем старте не успели команды восстановиться многие команды вчера играли не так как они играют обычно она и понятно цикл жизненный ритм точнее жизненный и внутренние часы у киберспортсменов как все мы знаем работают в определенном режиме в которой обеденные турниры не особо хорошо заходят ну и сейчас мы видим на ребят которые успели хорошо восстановиться после вчерашнего игрового дня сделать работу над ошибками собраться и показывать результаты но при этом при этом также продолжают у нас пвешники достаточно хорошо выживать во всяком случае вчера тоже вообще в принципе ребята новички достаточно хорошо себя показывают замечаю я за ними первую очередь именно поправки после каждого игрового дня то есть если в первый игровой день пвешники чувствовали себя как люди которые попали первый раз там я не знаю какой нибудь китайский шанхай условно говоря там ребята из деревни в китайском шанхае гонконг еще какие города есть огромные то сейчас они уже достаточно хорошо разбираются том что происходят и поправки на лице говорится ну что ждем мы пока закрывается седьмая фаза будет еще один кружок у нас 4 команды 11 life в полном составе команда navi в полном составе команды пве которые в принципе относительно давно заняли позицию на елках и мне очень веселит это баги которые на крыше припаркованы не знаю такая вы знаешь как и красивый в лед судя по всему был ну что круг уходит от по моему от всех если так посмотреть абсолютно всех он ушел до оставил чуть-чуть немножечко места для пве чтобы там посидеть в доме но в этом нет наверное никакого смысла хотя интересно на какое решение будет приниматься вот его ребятами если у них здесь какой-то плацдарм чтобы поиграть обратил внимание на лоу-граунд вот этот хай граунд который находится чуть левее этого компаунда он вообще не ошибка сейчас в принципе вот эти вот холмики начинающиеся и я думаю на весь сейчас осознают то что этот лоу-граунд нужно контрить поэтому они потихоньку так прижимаясь деревьям передвигаются чуть шире расходятся для того чтобы иметь возможность как туда разыгрывать в этот лоу-граунд закидывать куда может быть гранаты может быть просто застреливать вот собственно подать лоу-граунд уже подтягиваются пвешники отсюда можно пикать отсюда можно разыгрывать и этот лоу-граунд находится практически самого центра следующий сезон как у navi небольшие проблемы за одном деревом сидит у нас батурин и садовник садовника очень сильно продавали но он вроде как живой молодой там начинает придумывать какие-то заходы да то есть он не то чтобы прям дал угла но он занял такой очень хорошую позицию чтобы немножко скажем так потушить игроков команды и пв е чтобы немножко их не дать какой-то вольности чтобы они спокойно стреляли а тем временем этим и проблем но нет выходит он из здания туда даже не посмотрела возможно там мешал какой-то лоу-граунд хотя нет молодого там можно было при должном усердии увидеть но зона выдавила не случилось батурин испытывает некие проблемы полхотом возьмают молодой принципе может прокидывать гранаты садовник с пулеметом или мне показалось да у садовника пулемет раскручивает он свой инстаграм как-то так вот повелось последнее время раскручивать инстаграм называть пулеметы из-за одной игры в которой есть пулемете и тут же им объясняют что не стоит вмешиваться разборки между мамой и папой как говорится плаксор умирает от зоны нокается от зоны добирается и вера все еще жив компот на лоу хп нокнул олмакса неприятно гранату прокидывать добивать но вот гермозек все таки справляется с тем чтобы закинуть гранату компота но не задеть олмакса и сейчас 4 игрока команды navi остается против трех игроков пвешников очень садовник в случае продолжает перестрелку залетает пока что только по садовнику олмакса добирает батуллин закидываются гранаты в дымы знаешь navi не особо уверенно выглядит в этом противостоянии посмотрим что будет дальше у них дымов насколько я понимаю прокидывается постоянно отыгрыша дымов главное сейчас по внешне ко мне пропустить команду navi ближе к себе но садовник уже умудряется перебежать молодой просто вот тут выходит ложится и собирается здесь подыграть своей команде успешно молодой заходит просто влево минус грима зека и диггер остается один и не получается ему перестрелять вадима вадим делает fight winner winner chicken dinner гласит у нас так вот мне я я ждал вот этой новой таблички потому что опять же была информация что ее немножко переделывает я вижу новый шрифт спасибо за шрифт как говорится добавили в табличку дать целых 70 обычно столько было когда ты по карте на летаешь что-то как-то ну я не знаю может быть это опять же связано с тем что обновление было вот только 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 сегодня надеемся что в дальнейшем все будет более менее нормально но в любом случае давайте по игре что мы видели мы видели немножко непонятную первую зону да то есть не было понятно куда она по итогу шифтанет вверх или вниз в итоге команды которые думали что зона будет наверх они в принципе и не угадали в этой ситуации все же остальные ребята ребята из navi ребята из команды пве которые собственно говоря и дрались у нас за топ-1 они в принципе сидели хорошо нави был небольшой сплит потом хорошая ротация заняли highway и оттуда в принципе просто работали по зоне то есть они принципе сыграли но такой обычный хороший дефолт немножко непонятно что было там снизу что было у команды unique у них принципе тоже был хороший сплит и по идее была опция занять тот самый highway куда подъехали navi но возможно их немножко отвлекла как раз таки команда spirit что ребятки там дрались за зоной погибали оставался один последний десаут но десаут хотя бы восьмое место для своей команды обеспечил три килла у нас команды unique rd тоже вроде как начали хорошо но коли там игроков а в г то есть мы помним они забирали а зверина еще в начале катки под гадкой также почти забрали с нупика но вот потом вот этот вот вот этот вот мув дакой до navi начали спускаться вот с хайвея да вот садовник там ехал на транспортном средстве на него почти вся команда затриггерилась рда и просто спину вышел у нас плюксор и кто-то еще из команды норбот я забыл если честно нет гипсадинг а плюксор наверно был да оставался по моему ривейр и плюксор последними и они просто вышли и двух игроков сразу просто сбрели остался последний холос энпай то есть ну анлаки бутерброд там норботы просто грамотно просто грамотно сделали ну это хорошему было не были зажаты команды red diamonds увидели проблему этой команды ну и просто подтянулись да это абсолютно верно абсолютно верно сделали red diamonds возможно в каком-то моменте здесь немножечко долго слишком разбирались с этими близнецами и в итоге получилось ну рано или поздно должен произойти бутерброд если ты будешь на одном и том же месте файтится которое не защищено там со всех сторон то есть нужно либо рассчитывать на то что ты можешь в случае чего принять файт либо рассчитывать на то что там еще знаешь что забавно было там там изначально же был уже была первая стычка и ерда и и выиграли то есть они потеряли одного до забрали двоих да 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 и потом как бы все равно вот так вот сложилось что попали их можно их можно понять почему они не шли в эти близнецы да действительно тяжело туда было подойти при условии то что там open field был как бы даже два участника противоположной команды могут доставить большие проблемы и перенокать всех если ты бежишь по open field так что рада и монстр тоже можно понять но вот как-то нужно было что-то придумывать произошло то что в принципе стоило ожидать просто пришла другая команда случился бутерброд ладно ребятки вот такой вот у нас старт 5 игрового дня вот такая вот у нас первая карта первый раунд первый матч принципе достаточно боевой интересный надеемся что два последующих эрангеля и два миромара тоже будут невероятно крутыми для вас этот игровой пятый игровой день уже так комментируют ярослав ярлайф и руслан начал студии unique мы уходим на буквально коротенькую пяти-семиминутную паузу после чего возвращаемся и ждем следующий карт